Доброе утро! Мы приветствуем всех, кто в эти минуты присоединяется к нам на канале Россия. В студии с вами Галина Алиева. Пожалуй, в России нет такой профессии, которая бы так или иначе не упоминалась в календаре. Вот и сегодня свой профессиональный праздник отмечают фотографы. Как встать перед фотокамерой, чтобы понравиться себе? Да, в принципе, чем сегодня живут современные фотографы? Об этом в нашей программе через несколько минут, сразу после прогноза погоды. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. В Карачаево, Черкесия местами кратковременная дождь, гроза. В отдельных районах сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 метров в секунду. Ветер в восточной четверти 5-10 метров в секунду. Порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-20, в горах местами плюс 6-11, днем плюс 29-34, в горах местами плюс 18-23 градуса. В Черкесии без существенных осадков. Ветер в восточной четверти 5-10 метров в секунду. Днем порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18-20, днем плюс 32-34 градуса. Ты сними, сними меня фотограф, чтоб никто и не подумал, чтоб никто и не поверил, что на свете одиноко мне пела когда-то небезызвестная Примадонна. Сегодня наша жизнь настолько тесно связана с фотографией, что сложно представить себе человека, не державшего в руках телефон и ни разу не воспользовавшись камерой, которая практически существует в каждом телефоне. А уж тем более наша молодежь, которая без салфи просто жить не может. Чем живут сегодня современные фотографы? О чем они мечтают? Чем руководствуются? Я с большим удовольствием представляю вам наших утренних гостей. Это профессиональные фотографы. Зухрак, Лоханова и Руслан Алиев. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Большое спасибо вам за то, что вы согласились принять участие в нашей программе. И мне сегодня от души хочется поздравить все сообщество фотографов, которые работают у нас в Крачаево-Черкесии, ну и за ее пределами, собственно говоря, с вашим таким маленьким профессиональным праздником. Я думаю, что армию можно легко присоединить и видеографов, с которыми в комплекте полном вы работаете. От души в вашем лице поздравляю. Хочу пожелать всем вам здоровья крепкого, чтобы у вас еще долго-долго было желание снимать, фотографировать, чтобы всегда у вас в душе было вдохновение, творческое вдохновение. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, мне всегда интересен тот факт, как люди приходят в профессию. Что такое в вашей жизни случилось? Кто вас мотивировал на это, Зухра? В фотографию я пришла тоже внезапно, как-то я и не планировала, никогда не думала, что я могла бы стать фотографом, потому что я была обычной домохозяйкой с маленькими детьми. Но когда у меня появился первый ребенок, я пошла и купила себе полупрофессиональную на тот момент камеру для того, чтобы фотографировать своего сыночка. И потом, по истечению какого-то времени, у меня уже родился второй ребенок, я уже смогла их как-то вот и с бабушкой оставлять, и мне очень вдохновляли работы одного фотографа, которого я просматривала в инстаграме. И я подумала, почему бы мне вот не воспользоваться своей камерой и попробовать поснимать пейзажи, какие-то вот природу. И я пошла просто на уроки, так любительские для себя, но когда я начала фотографировать, я поняла, что все-таки портреты, фотографии людей мне больше импонируют. Уже пять лет я в этой сфере, и я очень довольна своей профессией, не хотела бы ее поменять ни на какую-другую. И как-то вот так внезапно произошло. Мне в руки попала камера в институте. Я занимался всякими активностями, КВН, всякие мероприятия, и там у нас в сообществе был фотоаппарат. Я взял, решил поснимать друзей. Там, там, такой, интересно получается. Потом начал интересоваться теорией, как это вообще работает, что можно снимать. Залез в интернет. Каково было мое удивление, когда я узнал, что в этой профессии нет границ, что можно учиться, учиться и учиться. То есть, если ты умеешь снимать людей, то, допустим, звезды снять, это вообще другое дело. Еду снимать, вообще другое. То есть, хочешь, развивайся тут. Устал от этого, развивайся тут, развивайся тут. В общем, там для саморазвития большой простор. Вот, и мне очень понравилось. Я как-то взялся за это, и вот до сих пор не отпускает. Чтобы у зрителей сложилось, ну, хоть какое-то впечатление о ваших работах, я хочу предложить сейчас небольшой такой фотоколлаж из ваших фотографий. Давайте вместе посмотрим. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Сегодня вы позиционируете себя как свадебные фотографы. Это, наверное, какая-то отдельная индустрия. Фотографы свадебные, ну, как и в любой другой профессии, бывают хорошие, востребованные, невостребованные. Ну, что из себя сегодня это направление представляет? С какими сложностями вам приходится вообще сталкиваться, когда вы даете добро на поступивший заказ? Вот снимаю свадьбу, там, фотосессия для невесты, репортажные материалы или как-то вот так. Есть определенные какие-то нюансы, с которыми вам приходится либо мириться, либо бороться, либо корректировать? На данном этапе вот я уже себя на свадьбе ощущаю как рыба в воде. То есть какая бы ни была свадьба, мы уже готовы подстроиться под любые условия съемки. Поэтому трудности, конечно, бывают, но мы привыкли с ними справляться. Чаще всего трудность это неподготовка невесты. Невесты очень зажатые часто бывают у нас, скромные, потому что не каждый день ты, конечно, позируешь перед камерой, и тебе нужно сделать это так, так, чтобы ты, ну, как бы сама себе тоже нравилась невеста. И мы стараемся раскрыть человека, помочь ей привыкнуть к нам, к камере. Вот, а так, в принципе, за столько лет работы мы уже как-то, ну, я уже, например, приспособилась к различным условиям. Главное не паниковать, главное знать свою работу и свое дело. И никаких особых таких проблем, если честно, ну, не возникает, которые нельзя решить. Самое, наверное, главное это выстроить коммуникацию вот с молодыми. Когда общение есть, когда энергия вот все совпадает, сложности, как правило, не бывает. Единственная сложность, это, наверное, время. Потому что на свадьбах времени всегда не хватает. Вот, там, 850 тёточек, надо им всем сфотографироваться с невестой. Вот, нам нужно ее тоже поснимать. Потом те за ней приехали, давайте скорее побежали, прячьте ее. И вот это вот все. И, в общем, это, наверное, главная сложность. И на банкете то же самое. То есть на протяжении всего дня главный враг наш это время. Потому что его вечно не хватает. А вот такие свадьбы разношерстные, разнонациональные, они помогают вам изучать, может быть, культуру народов наших? Конечно, безусловно. И культуру, и язык народов. Ну, в принципе, уже на каждой национальной свадьбе мы уже знаем, какие обычаи, какой обряд сейчас будет, как можно там вести себя невесте, например. Ну, то есть если это национальная свадьба, то невеста уже априори не может позволить себе там позировать нам для фото перед старшими или что-то еще. Конечно, мы уже хорошо разбираемся в том, что дозволено, на какой на свадьбе что дозволено. То есть в том числе и нам, как фотографам. То есть мы не можем просить национальной свадьбе невесту с женихом, например, на совместную фотосессию перед гостями. Так не принято у нас. То есть мы должны выделить... Это должны сделать мы. Мы должны как-то выделить время, как-то их потихонечку, тайно вывести, чтобы сделать им какие-то кадры, чтобы эти кадры обязательно никому не показывать никогда, только молодым. Причем старшие знают об этом всем, но когда эти кадры видят, все сразу умиляются, все самые скачиваемые фотографии это вот эти. Я как сторонний наблюдатель за всем этим отмечаю для себя, что очень много такого европейского потихонечку разбавляет наши национальные традиционные свадьбы. Вот никого не хочу обидеть, но вот бросание букета, да, невесты, это не наш обычай, не наша традиция. Там еще что-то такое, ну сейчас просто сразу не вспомню. То есть что, по-вашему, мы должны сегодня сделать, чтобы наши свадьбы игрались по исконно народным традициям? И вообще нужно ли сегодня это молодым, вот на ваш взгляд? Как фотограф я могу сказать, что мне нравится то, что мы можем чем-то разбавить свои работы, свои снимки, вот. Но с возрастом я понимаю, что это не есть очень хорошо. Конечно, традиции обязательно нужно соблюдать, нужно учить своих детей традициям, чтобы это было примером для детей. Например, бросание букета, без него можно обойтись, и никто ничего от этого не потеряет. Этот букет можно подарить близкой подружке, сестренке, кому угодно. И обязательно, я думаю, что традиции, ну, конечно, нужно соблюдать, потому что это очень важно, не терять свою культуру. Ну, у меня тоже двоякое мнение. Ну, то есть, я считаю, как фотограф, что этому есть место быть. То есть это уже не отменить, этому все виной социальной сети. То есть девочки смотрят, что вот там в Европе это вот так красиво, я тоже хочу вот так, и кинуть букет, и мои подружки ловят, и это вообще классно. И три платья поменять за один день? Конечно, конечно. И с точки зрения менталитета нашего, ну, то есть, есть альтернативы. То есть можно не бросать букет, можно его там разные варианции делают. Разыграть. Дарят розочки там какие-то, что и вот в розочке что-то спрятано, и вот кому попалось, вот тебе букет она дает. То есть сейчас уже много чего придумали, есть много альтернатив, которые никак не противоречат, допустим, тем же традициям. Это уже никак не отменить, это можно просто подстроить, скорректировать, чтобы это всех устраивало. И, ну, то есть, можно сделать лучше. А если каждый раз жаловаться, быть недовольным, то какой-то праздник. Ну, вы, если вы хотите всем угодить, ну, вы скорректируете, чтобы и ты была довольна, как невеста, и старшие твои были довольны. И можно сделать и красиво, и полезно, и вообще роскошно, и все на свете. Я так говорю, потому что мы были свидетелями таких свадеб, то есть это все возможно. Вот, поэтому причин, почему не надо так делать, я не вижу. Понятно. Ну, давайте, чтобы завершить уже свадебную тему, ну, сегодня попробуем высказать вслух ваше пожелание, как фотограф. Вот для потенциальных молодоженов, для потенциальных игрателей свадеб, давайте вот скажу вот так немножко сумбурно. что бы вы изменили, может быть, в момент организации, или вот на этапе досвадебном еще, что бы вы пожелали молодоженам, которые, в принципе, к вам могут обратиться, вот с просьбой быть фотографами на их свадьбе, чего бы вы хотели, может быть, изменить, или скорректировать, как Руслан говорит? В первую очередь это обращаться к организаторам, к профессионалам, к людям, которые знают толк в организации торжества, потому что все-таки, когда у тебя правильные, хорошие подрядчики, профессионалы, это очень важно в мероприятии, тайминг на свадьбе очень важен, как Руслан говорит, там очень не хватает часто времени, единственное, что остается у молодых после свадьбы, это память в фото и в видео, но, к сожалению, нам очень мало уделяют внимания, времени на съемку, и нам бы, конечно, хотелось, чтобы правильный тайминг был для того, чтобы хватало времени не только на банкет, на развлечения, на, не знаю, еду, но и для того, чтобы поснимать ребят, потому что это их память на всю жизнь, и надо не забывать, что это их день, что это не день гостей, приглашенных на свадьбу, а что это день жениха и невесты, побольше уделять им вот время. Очень классное мнение, Захар, спасибо, Руслан. Я соглашусь, вот мое пожелание, наверное, это больше проявлять интереса, желание участвовать в процессе, то есть это вот значит обратиться к организаторам, это значит подобрать платье, которое вот будет хорошо смотреться, это вот значит подобрать, а давайте поедем куда-то, где будет красиво, там сделаем фотосессию, а давайте выберем время удачное для фотосессии, а не в самый солнцепёк, потому что солнце тоже второй наш враг. Вот, и поэтому, а когда молодые участвуют в этом процессе, проявляют желание, проявляют интерес, все складывается намного лучше, намного легче и для них, и для нас, и получаются замечательные фотографии, и атмосферно, и все. И самое главное, самое, Алиев Руслан, как слышится, так и пишется, 8 928. Ну, понятно, понятно. Спасибо большое, я, ну, какое-то представление о вашей кухне, вот, нарисовалась передо мной, хотя, в общем-то, я не совсем далекий человек от этого. Мне хочется спросить, ведь, как ты сказал чуть-чуть выше, фотография имеет безграничные возможности, да? Можно на телефон снять какую-нибудь кошечку-собачку цветочек и тут же забыть про него. Можно сделать фотографию ребёнка, и вау, это будет, это будет столько эмоций, это так зацепит, как сейчас говорят. Вот, есть ли в ваших планах что-то такое развиваться дальше, в каком-то другом направлении? Может быть, не знаю, что-то, ведь это тоже бизнес, это тоже зарабатывание денег. И у меня очень интересное слово понадобится, подрядчик. Как раз сказала, подрядчик. Это так современно прозвучало, я не ожидала. Вот повернуть свою деятельность, как фотографа, в какое-то другое русло, ну, хотя бы на начальном этапе. Есть такие вот у вас мысли, желания? Я не могу сказать, скорее нет. Я пробовала, когда я пыталась снимать природу, мне сначала это как бы понравилось, потом я начала снимать же детей своих же. Поняла, что здесь нужно просто так, такие железные нервы фотографу, который снимает детей. На самом деле, у нас есть в республике много таких фотографов, ребят талантливых, классных, которые могут находить такой коннект с детьми. Но я нашла себя, я нашла себя в свадебной индустрии, я получаю от этого удовольствие. И Руслан правильно сказал, снимать просто даже студийные фотографии, это не снимать уже свадьбу. Я, когда брала какие-то такие съемки, я на самом деле очень нервничала. Хотя эта фотосессия получасовая, даже если что-то пойдет не так, ты можешь это переснять, это не так важно, как свадьба, которая бывает там раз в жизни. Но тем не менее, вот на свадьбе я себя ощущаю спокойно. И чтобы не подводить своих заказчиков с задержками по времени и так далее, я не стала уже никуда идти в другую сферу. Я выбрала свое направление и по нему двигаюсь. Кто знает, только Бог знает, что может быть завтра, но пока нет. Но я могу сказать так, что даже если я определился с жанром, так скажем, с направлением, то направление само развивается, хочу я этого или нет. То есть, может кто-то не захочет признавать, но до нас только доходят тенденции, вообще мировые, до нашей республики, до Северного Кавказа, я бы даже сказал. То есть то, что происходит в столице, в Европе, сейчас только до нас со временем доходит. И пока это доходит у нас, они дальше развиваются. И то есть этому нет остановки никакой. Все развивается, развивается. И даже если я определился, то со временем ты все равно останешься на месте. Так что сказать, что я могу планировать на 5 лет вперед что-то, вообще нет. Потому что я сейчас снимаю так, через год я снимаю вот так. Через год я буду снимать так, через 2 года я видео начну снимать. Ну то есть не угадаешь. Приходится догонять. Да. Еще и вот эти зловещие нейросети, которые нам косточки перемывают, тоже не стоят на месте. И говорят, что они нас заменят. Но мы все прекрасно понимаем, что нас они не заменят. Потому что работать с людьми нейросети пока не умеют. Ну да, это наше главное преимущество. Ну что ж, вы знаете, прежде чем поставить такую жирную точку в нашем разговоре, и сказать вам большое-большое спасибо за участие. Я хочу вам сказать, что я живу под одной крышей тоже с фотографом. На протяжении 9 практически лет я наблюдаю, как мой дом наполняется всевозможной техникой. Это какие-то штативы, зонтики, насадки. Это камеры разных калибров. Это какой-то ужас, не говоря уж о том, что к компьютеру никак не подойти ни с какого. И этот молодой человек ни разу за все это время не предложил мне хоть одну такую качественную фотографию. Да, Руслан? Ребят, спасибо вам большое за то, что вы сегодня наше пятничное утро сделали таким позитивным, таким познавательным. Ну я считаю, по-настоящему добрым. Удачи вам, успех в вашей работе. Поменьше было всяких форс-мажоров в вашей работе. Чтобы работа только удовольствие вам доставляла. Пусть в нашей республике играются много-много свадеб, чтобы было много-много счастливых семей и у вас была работа. Спасибо вам большое. Друзья, сегодня гостями нашей студии были Зухра Калаханова и Руслан Алиев. Я от всей души желаю вам провести ближайшие выходные так, чтобы в понедельник вы непременно могли сказать, как это было здорово. До свидания, до новых встреч и оставайтесь на канале Россия.